Идея убрать человека из кабины боевого самолёта возникла ещё до наступления реактивной эры. Военные авиаторы оценили большой потенциал управления по радиоканалу и, что называется, понеслось. Сначала, в 30-х годах XX века, из уже существующих летательных аппаратов начали делать дистанционно контролируемые мишени и стреляли по ним на учениях. Затем появились самолёты-снаряды, прообраз крылатых ракет в будущем. А совсем скоро и первый в мире ударный беспилотник. Он назывался Interstate TDR-1 и предназначался для уничтожения кораблей при помощи авиационных бомб и торпед. Военно-морские силы Соединённых Штатов заказали две сотни таких самолётов и осенью 1944 года применяли их для ударов по японскому флоту. Даже в нашем современном представлении это был полноценный боевой беспилотный летательный аппарат. В режиме реального времени он управлялся оператором, который сидел в самолёте сопровождения. Наведение на цель выполнялось по картинке транслируемой с бортовой телевизионной камеры. По некоторым сведениям оператор мог уверенно управлять дроном на расстоянии до двух-трёх десятков километров. Боевое использование беспилотников TDR-1 только с очень большой натяжкой можно назвать успешным, поскольку в основном их использовали в качестве самолётов-снарядов. Прицельно применять вооружение было сложно из-за низкой разрешающей способности камеры. С другой стороны, потеря относительно дешёвого беспилотного самолёта была несопоставима с тем огромным уроном, который наносила 900-килограммовая торпеда. С момента окончания Второй мировой войны и вплоть до начала 21 века военная беспилотная авиация развивалась преимущественно для разведывательных задач. И лишь в последние два десятилетия в некоторых странах начались активные работы по созданию ударных беспилотников, и, как правило, строились они на базе уже существующих разведывательных дронов. Американский многоцелевой MQ-1 Predator — самый показательный тому пример, а также созданный на его основе General Atomics Reaper — технически более совершенный и массовый беспилотный самолёт, но при этом и значительно более дорогой. Ударные дроны подобного класса довольно успешно показали себя в последних вооружённых конфликтах, и все ведущие авиационные державы мира начали разработку намного более тяжёлых беспилотных аппаратов этого же назначения. Чтобы летать дальше, быстрее и брать на борт больше полезной нагрузки, они должны были вплотную приблизиться к современным многоцелевым истребителям по показателю взлётной массы. Примечательно то, что как раз в наше время активно ведутся исследования по составлению облика и требований к будущему шестому поколению истребителей. Многие специалисты полагают, что эти боевые машины будут опционально или полностью беспилотными. А значит, опыт, полученный при создании и эксплуатации тяжёлых ударных дронов, может быть чрезвычайно востребован и для перспективных истребителей будущего. Работы по теме беспилотных самолётов большой массы активно ведутся в странах с развитым военным авиапромом. Это Соединённые Штаты, некоторые государства Западной Европы, Китай и Россия. К настоящему времени насчитывается с десяток различных проектов. Часть из них уже завершена, о некоторых известно совсем немного, а остальные находятся в процессе развития. Решая по сути одну и ту же задачу, авиаконструкторы разных стран, не сговариваясь, выбрали для своих беспилотных самолётов одну и ту же аэродинамическую схему. На связи канал «Авиасмотр». Раскрываем тему ударных беспилотных летательных аппаратов, выполненных по схеме «Летающее крыло». В начале февраля 2011 года состоялся первый полёт беспилотного самолёта X-47B. Американская фирма Northrop Grumman изготовила два опытных образца и в течение следующих нескольких лет провела объёмную программу лётных испытаний. Внимание авиационной общественности к этому проекту было приковано по нескольким причинам. В начале 2000-х военно-морские и военно-воздушные силы Соединённых Штатов уже проводили конкурс под названием «JU-CAS» на создание беспилотного многофункционального самолёта. В лётных испытаниях принимали участие два конкурсанта – компания Boeing с прототипом X-45 и беспилотник Northrop Grumman под обозначением X-47. Потенциальных боевых возможностей этих относительно небольших машин военным показалось недостаточно, и в обеих фирмах стартовала работа над более тяжёлыми аналогами. Далее пути бывших конкурентов разошлись. В Boeing на свои деньги без участия в какой-либо программе создали 15-тонный беспилотник Phantom Ray и впервые подняли его в небо в апреле 2011 года. С тех пор о конкретных достижениях этого проекта практически ничего не известно. Компания Northrop Grumman пошла другим путём. Она стала единственным участником программы UCAS Day по созданию многоцелевого беспилотного самолёта-демонстратора в интересах военно-морских сил. Уникальность проекта состояла в том, что 20-тонная машина должна была садиться и взлетать с палубы авианосца в автоматическом режиме. Американские военные моряки хотели выяснить, насколько удачно впишется беспилотный самолёт в уже отлаженную инфраструктуру авианосной группы, и насколько востребован он будет для решения тактических задач. Ведение разведки и нанесение высокоточных ударов назывались основным приоритетом. Компания Northrop Grumman представила беспилотный самолёт в 2009 году под обозначением X-47B. Считается, что он был модификацией базовой модели X-47A, которая была создана для предыдущего конкурса. Но масштаб изменений и доработок говорил о том, что это практически полностью новый самолёт. Так, например, в сравнении с предшественником его максимальная взлётная масса увеличилась в 7,5 раз и составила чуть больше 20 тонн. Её увеличение почти на порядок потребовало установки двигателя с намного большей тягой. Компания Pratt & Whitney разработала специальную модификацию двухконтурного турбореактивного двигателя F-100, который устанавливался на американские истребители F-15 и F-16. Основное отличие состояло в отсутствии форсажной камеры. Для беспилотного самолёта подобного класса она абсолютно без надобности. Максимальной тяги в 7,5 тонн было вполне достаточно для 20-тонной машины. Благодаря главному требованию проекта — возможности базирования на авианосце — X-47B приобрёл характерные для палубных самолётов особенности конструкции. Крыло размахом 19 метров имело складные консоли, позволяющие выполнять руление в условиях ограниченного места на корабле. В поднятом положении габаритная ширина самолёта уменьшалась вдвое. Опоры шасси получили усиленную конструкцию, чтобы гасить большую вертикальную скорость при посадке на палубу. В хвостовой части планера появился тормозной гак для захвата троса аэрофинишёра. Аэродинамическая схема, по которой был построен X-47B, заслуживает отдельного упоминания и раскрытия. Мировая практика создания многоцелевых беспилотных летательных аппаратов средней и большой массы показывает, что практически все подобные самолёты были построены по схеме «летающее крыло». В Соединённых Штатах можно отметить компанию Boeing — это X-45 и его развитие Phantom Ray, а также Northrop Grumman с их аппаратами X-47 в обоих вариантах. В Западной Европе ведут работу над проектом Neuron, где главным подрядчиком является французская фирма Dassault Aviation, а в международной кооперации участвуют компании из пяти стран. В Соединённом Королевстве компания BI System ведёт самостоятельную разработку беспилотного самолёта Taranis. Китай работает над проектом Liyan, и по некоторым сведениям уже четыре готовых экземпляра проходят опытные войсковые испытания. В России силами конструкторского бюро имени Сухого построен один опытный образец тяжёлого беспилотного самолёта С-70 «Охотник», который летает с 2019 года. Схема «Летающее крыло» для всех перечисленных проектов была выбрана по совокупности нескольких решающих преимуществ. По сравнению с классической нормальной схемой, «Летающее крыло» обладает более высоким аэродинамическим качеством. Этому способствует хорошее отношение подъёмной силы к лобовому сопротивлению, сниженному за счёт меньшей омываемой поверхности планера. Преимущество летающего крыла в аэродинамическом совершенстве на практике реализуется в следующем. Для поддержания крейсерской скорости такому самолёту требуется меньше мощности двигателя, а сэкономленное при этом топливо увеличивает дальность полёта. Причём самого керосина или другой полезной нагрузки на борту летающего крыла больше за счёт сниженной удельной массы планера. Наравне с хорошей аэродинамикой другим важнейшим для боевого самолёта преимуществом является его малая заметность. Причём как радиолокационная, так и тепловая. Для ударного беспилотного аппарата фактически это главный фактор выживаемости в задачах, связанных с преодолением противовоздушной обороны. Летающее крыло – наиболее подходящая схема для реализации мер по снижению дальности и вероятности обнаружения. Планер такого самолёта практически со всех ракурсов имеет малую радиоотражающую способность. У него нет никаких внешних подвесок, и всё вооружение спрятано во внутренних грузовых отсеках. Лопатки первых ступеней компрессора двигателя прикрыты изогнутым каналом воздухозаборника. Исключить их прямую видимость необходимо потому, что именно они являются сильнейшим отражателем радиоволн при облучении спереди. Для уменьшения заметности в тепловом диапазоне устанавливают плоское сопло двигателя. Формируемая им струя выхлопных газов намного быстрее отдаёт своё тепло в атмосферу. Разумеется, кроме набора преимуществ, летающее крыло имеет и ряд недостатков. Наиболее существенные из них — это проблемы с управляемостью и невысокая манёвренность. Обусловлено это тем, что управляющие аэродинамические поверхности имеют низкую эффективность из-за относительно близкого расположения к центру масс. Кроме того, из-за отсутствия вертикального оперения с их помощью поддерживается ещё и путевая устойчивость. Но для беспилотных ударных самолётов высокие манёвренные качества не требуются. Ровно так же от них не ждут и больших скоростей полёта. Все подобные летательные аппараты дозвуковые, и их большая стреловидность крыла не должна вводить в заблуждение. Она нужна им для придания большей путевой устойчивости, а не для полётов на сверхзвуковой скорости. Летать быстро также не позволяют и профили крыла большой относительной толщины, оптимизированной для полётов на крейсерской дозвуковой скорости. Разговоры о сверхзвуке для ударных дронов подобного класса активно велись в момент появления фотографии китайского «Лиянь» в 2013 году и российского С-70 «Охотник» в 2019. На обоих аппаратах были установлены двигатели с форсажной камерой, позаимствованные у истребителей. Такое решение скорее свидетельствует о том, что на создание первых прототипов пытались максимально сэкономить, используя уже готовую силовую установку. Наличие плоских сопел на этих машинах, в случае если они получат дальнейшее развитие, вопрос времени. Для военно-морских сил Соединённых Штатов беспилотный самолёт Х-47Б был своего рода пристрелкой. Перспективы боевого использования подобных машин могли значительно повысить ударный и разведывательный потенциал авианосной группы. При максимальной взлётной массе 20 тонн беспилотный самолёт мог иметь радиус применения 2-2,5 тысячи километров в зависимости от задачи. У палубных истребителей этот показатель скромнее в 2-3 раза. При этом масса полезной нагрузки в виде высокоточного оружия или разведывательного оборудования составляла бы около двух тонн. Перед тем, как приступить к тестам на авианосца, Х-47Б испытывали на наземном комплексе. Он успешно поднимался в небо при помощи паровой катапульты и совершал посадку на аэрофинишор, где зацеплялся выпущенным гаком за тросы. Управление беспилотным самолётом велось из специального командного пункта, где операторы следили за телеметрией и задавали план полёта. Х-47Б мог выполнять задания как в полностью автоматическом режиме, так и при помощи дистанционных команд пилотирующего. Для передвижения по палубе авианосца был разработан специальный пульт. Находясь рядом с беспилотным самолётом, оператор мог напрямую управлять тягой двигателя, тормозами, поворотом носовой стойки и функцией поднятия консоли крыла. Одновременно с наземными испытаниями шла подготовка к морским. Для проведения предварительных тестов на один из истребителей FA-18 установили систему управления, аналогичную той, что была на Х-47Б. В 2011 году этот самолёт совершил серию успешных посадок на палубу авианосца в полностью автоматическом режиме. При этом пилот находился в кабине и контролировал работу системы. Морские испытания Х-47Б стартовали в ноябре 2012 года. Первый этап заключался только в отработке движения по лётной палубе авианосца Гарри Трумэн. Первый взлёт Х-47Б с авианосца Джордж Буш 14 мая 2013 года ознаменовал начало второго этапа испытаний. Он продлился около двух месяцев и включал в себя отработку взлётно-посадочных операций, а также командного взаимодействия между управляющими центрами на авианосце и сухопутной базе. Изначально предусмотренная тестовая программа была выполнена в полном объёме и признана успешной. На этом фоне командование военно-морских сил решило продлить испытания и посмотреть на интенсивную работу беспилотного самолёта вместе с палубными истребителями. Учения на авианосце Теодор Рузвельт, продлившиеся до конца лета 2014 года, показали, что Х-47Б может наравне с ФА-18 эксплуатироваться в тех же временных рамках для взлётно-посадочных режимов и руления на палубе. Завершающим этапом лётных испытаний стала отработка дозаправки топливом в полёте. Примечательно, что изначально этого пункта в обязательной программе не было. Военно-морской флот выделил дополнительное финансирование в 2014 году, когда испытания на авианосцах уже завершились. Х-47Б стал первым в мире беспилотным самолётом, дозаправленным в воздухе. Это событие произошло 22 апреля 2015 года. Для участия в испытаниях привлекли самолёт-заправщик КС-707, принадлежащий частной компании Omega Air Refueling. Привлечение коммерческих организаций для оказания подобных услуг военным в Соединённых Штатах обычная практика. Дозаправка прошла полностью в автоматическом режиме. Беспилотный самолёт самостоятельно сблизился с заправщиком и нашёл корзину при помощи инфракрасной камеры. Совместный полёт продолжался около 11 минут, в течение которого на борт Х-47Б было передано 1800 килограмм топлива. После отстыковки по команде из диспетчерского пункта беспилотный самолёт вернулся на базу. Тяжёлые беспилотные самолёты пока только пробивают себе дорогу в жизнь. Подобных машин, принятых на вооружение, ещё нет ни у одной страны и в ближайшие 5-8 лет вряд ли появятся. Все проекты летающих крыльев до сих пор находились в статусе демонстраторов технологий, где основное внимание уделялось вопросам управления и связи. Боевые функции отрабатывались в минимальном объёме. Так, например, на беспилотном самолёте Дассони и Рон проводили несколько сбросов макетов корректируемых бомб. А тот же Х-47Б вообще не участвовал в подобных испытаниях. Их даже не планировали. Более того, военно-морские силы США пока решили и вовсе отказаться от идеи создания тяжёлого ударного беспилотного самолёта. Вместо него они заказали постройку нескольких беспилотных заправщиков. По условиям контракта в ближайшие несколько лет компания Boeing поставит 7 самолётов MQ-25. Во многом, скорое появление тяжёлых беспилотных летающих крыльев сдерживает их потенциально большая стоимость. По некоторым оценкам, цена одного серийного экземпляра окажется на уровне истребителя пятого поколения. Такое мнение основано на стоимости уже существующих разведывательных дронов. Тот же RQ-4 Global Hawk поставлялся по 140 миллионов долларов за штуку. Потенциальная дороговизна тяжёлых летающих крыльев уже привела к появлению проектов более дешёвых и лёгких реактивных ударных дронов. По предложенной концепции, они должны стать частью целого роя для самостоятельных боевых заданий или быть ведомыми для истребителей пятого поколения. Это канал Авиасмотр. Большое спасибо за внимание и до встречи в новых сюжетах.